Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И, как вы уже знаете, я не супер-женщина. Вот так вот случилось. Но я, конечно же, понимаю сейчас возникший интерес, потому что разрываются инстаграм, директ, куча всяких комментариев, отовсюду идет много слов поддержки. Хейт в основном находится под видео на канале, что естественно. И я бы хотела рассказать сегодня о тех вещах, которые остались за кадром, потому что это интересно. Я всегда очень люблю закулисье, и как ребенок шоу-бизнеса знаю, что смотреть, как снимался клип, всегда интереснее, чем, собственно, сам клип. Поэтому расскажу вам сегодня несколько интересных вещичек. Ну, начну, наверное, с первого момента, что шоу, как я уже говорила, это всегда режиссура. И роль должна быть у каждого достаточно жесткой. Это не означает, что нам эти роли прописывают, но это означает, что редактора нас все время подкручивают и стараются сделать героинь более яркими. Нами осталась съемочная группа редакторская, недовольна. Сказали, что мы фиговые героини, не очень интересные, и, наверное, поэтому и Павел не выбрал супер-женщину. Хотя ко мне подходили некоторые люди, подходили и спрашивали, например, если выберут меня супер-женщиной, готова ли я отказаться от финансового приза и деньги отдать кому-то другому. Ну, такие, знаете, очень интересные вещи. Я сказала честно, что я не собираюсь ни от чего отказываться. Если я его выиграю, то почему эти деньги я не должна забрать себе? Ну, наверное, поэтому решили мне ничего не давать. Но, как я уже говорила, я шла в шоу не за деньгами, я вам скажу больше, я не смотрела шоу до того, как в него пошла, и я не знала до конца правила. Именно поэтому я ставила такие щедрые оценки, как нормальный, адекватный человек. Без вот этого валить конкурентку, поставить ей ноль, я понятия не имела, и это абсолютная правда. Я не смотрела проект от начала и до конца. Что же осталось за кадром из интересного? Ну, во-первых, мы практически все, кто девочки, когда приходили друг к другу в гости, приходили с подарками. Я, например, всем девочкам дарила классные пленеры, разные, классные, для того, чтобы девчонки, ну, естественно, развивались в личностном развитии. Не то, что даже как бизнесы, как предприниматели, но лично развивали себя как человека, который что-нибудь хочет, что-то планирует и так далее, и так далее, и так далее. Этого вообще нигде не показали. Илонка, например, подарила мне очень классную футболку, на которой написано было там, что-то там, я зажигаю, я зажигалка, я снималась в ней, даже на некоторые видео у меня есть уже на канале. Но этого тоже не показали, а просто показали, как она мне подарила бутылку. Что естественно. Теперь, что касается моментов, то есть вот эти вещи, они были очень классные, очень важные, и мы действительно готовились и заморачивались, что друг другу подарить. В принципе, все девочки в этом плане отличились. Что было такого интересного еще? Ну, конечно же, постоянно давили и на меня, и на Илону по теме секса. Очень сильно хотелось, чтобы мы на эту тему говорили больше. Мы изначально заявили о том, что, ну, как бы, мы немножечко про другое, да, и все-таки у каждой была какая-то своя задача, и моя задача как раз была не развратить общество, я его и так развращаю в Инстаграме, благо и в жизни, а все-таки каким-то образом показать и донести несколько другую идею. Поэтому я весьма агрессивно реагировала, потому что Аню накручивал редактор на то, чтобы она больше говорила о сексе, хотя мне казалось, что Аню не надо было особо накручивать, ей вот нравилось каким-то образом подоставать. Но, тем не менее, получилось то, что получилось. Что касается момента вот этой страшной сцены, которую я возненавидела, особенно на монтаже, где я хожу и называю на все ценники. Всю эту информацию редакторы получали из книг, из каких-то вещей, где я рассказывала мотивационные какие-то спичи и говорила, что может заряжать и мотивировать. И все это редактора собрали и сказали, ты должна сейчас на все это обозначать ценники. Я была категорически против, потому что это реально могло выглядеть по-дебильному и по факту выглядело по-дебильному, особенно при такой жесткой нарезке, где я просто хожу и как сканер называю на что-то цены. Но мой день был пятый подряд съемочный, с раннего утра до позднего утра. И уже было видно, что я достаточно измучена, как, в общем-то, и все девочки. И, конечно, уже на некоторые вещи я велась, хотя несколько у нас было конфликтных ситуаций, в моей спальне в том числе, которые не показали, потому что очень сильно педалировали, и очень сильно поджимали. И девчонке тоже не всегда всем это нравилось. Еще один момент, который, конечно же, был таким достаточно контрастным, это то, когда я в конце выгоняю Аню, говорю, я пошла нахуй отсюда. А ситуация на самом деле была такая. Марина на меня очень сильно обиделась за то, что я сказала, что ее ребенку там 7 или 8 лет, всем, по-моему, и он не умеет читать. И она пришла к моей 5-летней Еве и говорит ей, а ты умеешь читать? Ева, как уже можно было даже заметить из некоторых кадров, очень специфическая девочка, но на самом деле Ева не хотела читать и не читала на тот момент. То есть она знала только буквы. И Марина выходит за этим столом потом, когда говорят выводы, и она мне говорит, ну вот ты говорила, что вот у меня такие дети, а на самом деле твоя Ева тоже не умеет читать. Я ей говорю, ну послушай, твоему же ребенку 7, а моей Еве 5, только исполнилось. А она говорит, нет. И вообще ты говорила, а девочки устроили мои концерты, они выступали, показывали гимнастические номера, танцы, и они говорят, нет, ну это все, что они показывают, это фигня. Опять-таки те люди, которые знают моих детей и наблюдают за их развитием, и знают, как они работают, все прекрасно понимают, что уровень совсем не фигня, вот вообще ни разу не фигня. И я, естественно, подразозлилась, зазлилась, потому что поняла, что Марина начинает мне отплачивать вот этой монетой. Знаете, началась мамская месть, типа, ах, мои дети, вот сейчас я на твоих наеду. Я выдохнула, я же понимала прекрасно, что Марина будет себя сравнивать со мной, и будет не очень хорошо себя чувствовать. И тут еще эти мои дети. И я выдохнула, но тут заговорила Аня, у которой вообще нету детей, у которой съемная квартира, она не замужем, и она мне говорит, ну, дом у тебя холодный, ничего у тебя в доме теплого нету, я не почувствовала здесь. Это, кстати, оставили. И потом она мне говорит, а дети у тебя, значит, ты не сексуальная там, да, что-то такое, не помню, что это было сказано, и дети у тебя ничего особенного. И именно с этой фразы я ей сказала, пошла нахуй отсюда, потому что, первое, я реально устала, второе, она реально все это время доставала меня, а третье, это то, что я выпила мартини. И мой стоп-кран сорвало. Я поняла, что хватит вообще всему этому бреду находиться в моем доме, потому что эту неделю я просто прожила как в аду, обсасывая вот эти вот все бредовости, постоянно ходя в какие-то дома, меня заставляют разбирать и ковыряться в жизни других людей. И, в общем, у меня сорвало стоп-кран. Мы, конечно, с Илонкой еще пару часов сидели и пили большую бутылку вина, потому что, ну, было очень сложно, естественно, режиссер, там все там пришли, Оля, да ты что, ну все же знают, что она, типа, знаете, все не при делах, типа она одна такая плохая. Но я, честно говоря, от этого устала. И на самом деле, ну, скажу вам, что принимать участие в таких проектах это огромный вызов. И прежде всего не для себя, а для своей семьи. И это тяжело. Но есть вторая сторона. Я, как человек относительно публичный, привыкла, конечно же, к хейту. Но то, когда этот хейт начинает литься вот этими ведрами, и где люди пишут, что, значит, мужик у тебя говно. Во-первых, я за мужика порву, просто потому что... Не потому что он за себя не может порвать, но у меня Сережа нормальный мужчина. У меня Сережа, во-первых, шикарно выглядит. И когда девочки пишут о том, что он какой-то не такой, я представляю, что с такими гнилыми ртами, речами, которые эти люди издают, страшно представить, какие ландулоны находятся рядом с ними. В 30 лет, когда уже висит пузо, и мужик ничего не может, и вообще непонятно что. Я своим мужчиной абсолютно горжусь. И он, конечно, принимает это все с чувством юмора, за что я ему крайне благодарна. Я как бы тоже. Но знаете ли, трогать моих детей и моего мужа крайне опасно. Поэтому, конечно же, во мне просыпается зирийный вот этот инстинкт, когда меня и хлебом не корми, и вот кого-нибудь порвать периодически, а так все как-то вокруг сейчас любят, хорошее, приятно. Но иногда же, знаете, я же хищница, мне же, блин, нужно урвать кусок мяса. И вот этот хейт, конечно, когда полился, мне все равно сейчас откровенно, что это льется в мой адрес. Я прекрасно понимаю свою миссию, я прекрасно понимаю, что я цепляю людей. И пусть через ненависть, пусть через какие-то вещи у людей начинает что-то просыпаться. Они понимают, что, блядь, эта сука живет вот так вот, что-то, блин, выдра и насосала, и мужик, короче, там придурок, и старый, и все. Но у нее есть, а у меня нету. А почему? Многие придрались к этой троещине. Что, кстати, самое интересное, это спальный такой районный массив, в который я попала, уже будучи достаточно взрослой девочкой. Не училась там, не работала там, не находилась, но само место меня удручало. И вот, значит, квартал, не знаю, великих героинь начинает писать, что троещину, конечно же, из меня не вывезти. По поводу моих зубов. Я, конечно, обожаю, я очень люблю этих замечательных людей, которые все время, значит, рассказывают, и зубы, и кривые, и темные, и еще какие-то. Главное, если бы у меня были зубы, как унитаз, все бы писали, что у меня зубы, как унитаз. Я вот все время понимаю, что идеальные люди сидят по ту сторону с идеальными мужиками, с идеальными зубами, с идеальными домами, с идеальными детьми, еще и детей, короче, прессую. Вы попробуйте поставить 5 камер, нагнать человек 20 в своем доме, и пусть ваши дети чувствуют себя комфортно. Вот у моей Евы это получилось. Еще был такой классный кадр, когда Ева сказала, мама, я устала, она сняла трусы, встала в камеру и показала попу всем. Это, конечно, Марина спать не могла потом, она это комментировала, но это не вставили в кадр, когда она сказала, идите в попу, вы меня достали. Алиса, например, у меня совершенно другая. Ну, в общем, я попала, ребята, в такую грязную какую-то историю, в которую сама себя привела, но могу вам сказать одно. Миссия выполнена. Людей сбесила. Ковырнуть, уверена, что ковырнула. Есть тех, кого смотивировала, и слава богу. Есть тех, кого подтянула к себе. Кстати, если вы пришли после супер-женщины, оставьте комментарий, пожалуйста, хочу на вас посмотреть. Разве все-таки пришли, вы однозначно адекватные и классные. Очень много вызвало слов поддержки, и я рада, что вы у меня такие, что вы меня защищаете, утешаете. Ребят, я повторюсь, относительно публичный человек, я много лет была в шоу-бизнесе. Да, я была не в лучшей группе, и прекрасно, меня это закалило. Я понимаю, что все люди, которые комментируют, они всегда работают на лучших работах, у них лучшие бизнесы, лучшие должности. Мне не стыдно ни за что в своей жизни, потому что я добиваюсь этого в классной команде, прежде всего своей семьи, которой я безумно благодарна. У меня потрясающие мужчины, у меня замечательные дети, и мне вообще наплевать, чем они будут заниматься в этой жизни, самое главное, чтобы они были счастливы. И то, что им нравится сейчас в этой гимнастике и танце, ради бога. Завтра будет нравиться бокс или хоккей, поверьте мне, будут заниматься боксом или хоккеем. Моя задача помочь раскрыться, помочь ребенку найти себя. И я счастлива, что они в таком маленьком возрасте уже умеют что-то делать, что-то достигают. И для меня уж точно все эти медали не имеют никакого значения, но мне приятно, что у моих детей, у детей есть какие-то цели, потому что я наблюдаю бесконечное количество людей, у которых во взрослом возрасте нету никаких целей, они не понимают, кто они, они несчастны из-за этого. Поэтому помогайте своим детям. И как бы плохо вам в какие-то периоды не было, я искренне знаю, что вы у меня другие совершенно, и я увидела на контрасте, какие у меня подписчики вообще другие люди. Но никогда вот это свое говно, если даже откуда-то льется, у нас оно периодически у всех льется, и у меня в том числе, нельзя вот так выпускать. Просто мне жаль тех людей, которых настолько сильно колбасит, потому что, если вы почитаете некоторые комментарии, там столько желчи, одна сплошная желчь, и как человек в этом живет. Поэтому давайте очищаться, давайте не быть злюками, давайте поддерживать друг друга. И, кстати, по поводу шоу, я очень рада, что я поддержала Илону, потому что она классная девчонка, потому что она хороший человек, и я уверена, что эти 50 тысяч гривен, которые она выиграла, она все-таки получит, потому что пока она их еще не получила, и вложат их с головой, с умом, они принесут ей какие-то новые возможности. Поэтому не смотрите дурацкие шоу, я постараюсь больше не принимать в них участие. Но если все-таки благодаря этому шоу вы меня нашли, и я вас цепанула с хорошей точки зрения, и вы замотивируетесь, и начнете что-то менять в своей жизни, а для этого обязательно читаем мой инстаграм, больше читаем, больше смотрим, я максимально стараюсь отдавать, значит, я не зря попала в этот адский ад, прожила там эту недельку, и все, это выдержала. Все, люблю, целую, пусть у вас все будет классно, и поставьте лайк этому видео.